Еще 11 тысяч лет назад человек научился изготавливать кухонную утварь из глины. Так родилась керамика и гончарное дело. Современная керамика подразделяется на три вида. Фарфор, каменную керамику и глиняную керамику или фаянс. Отличаются они смесями глин и процессом обжига. Этот фаянсовый предмет начинает свой путь с идеи в голове мастера. После ряда точных эскизов на гончарном диске изготавливается гипсовая модель. Затем ее диаметр проверяется кронциркулем. Модель должна быть на 7% больше, чем готовые изделия, давая запас на усадочную деформацию в процессе обжига и сушки. Отдельные детали скульптор изготавливает вручную и прикрепляет их к изделию клеем. При помощи модели мастер изготовит отливочную форму из прочного гипсолита. Этот мастер пользуется для изготовления промышленной формы либо резиной, либо в данном случае гипсом. Вначале гипс заливается в форму. Рукой мастер разбивает воздушные пузырьки, которые могут привести к дефектам формы. Заготовку оставляют сохнуть на ночь в теплом помещении. Теперь ее можно извлечь. Делается это очень осторожно. Процедура занимает 15 минут. Эта промышленная форма должна отвердеть в течение двух суток, прежде чем ее можно будет использовать в производстве. Ее хватит на 200 отливок. Сбоку наносится номер модели. Смесь для глиняной керамики включает в себя так. Минерал нефилиновый сиенит, темно-бежевую глину, известную как комовая глина, минерал кварц, белую глину, называемую коалином. Все это замешивается на 40-процентном растворе воды. Эта смесь заливается в промышленную форму под ровным давлением, чтобы избежать воздушных пузырей. Гипс медленно поглощает воду и остается лишь влажный слой керамики толщиной в полсантиметра. Спустя полчаса керамика затвердевает, и лишнюю жидкость можно слить. Излишки керамики срезаются сверху. Еще через 45 минут керамика извлекается из формы. Сейчас к ней нужно обращаться крайне осторожно, равномерно распределяя давление. Иначе при сильном давлении на поверхности останется отпечаток, который проявится только после обжига. После сушки в течение суток рабочие осторожно затирают шов, который получился при соединении двух половинок. Затем изделить рут на мокром камне, чтобы заровнять горлышко и днище, после чего сглаживают поверхность мокрой губкой. В отличие от каменной керамики, которая имеет глянцевую поверхность уже после обжига, поверхность глиняной керамики остается матовой. Чтобы придать ей блеск и цвет на изделие, наносится различные глазури и эмали. Наконец, рабочие покрывают изделие целиком прозрачной глазурью, чтобы придать глянцевый блеск. Готовое изделие помещается в огромную печь размером в целую комнату. Там оно находится 8 часов, в течение которых температура в печи поднимается до 1000 градусов. После этого изделие охлаждают в течение двух часов. Сильный нагрев активирует пигменты в красках, делая цвета более яркими и сочными. То, что однажды было комком глины, превращается в произведение искусства или просто в чашку или торец.